Привет, YouTube! Всех наступающим Новым Годом! Сегодня я вам покажу, как подключить данное устройство, которое управляет дистанционно кранами, к Amazon Alexa и к программе управления Tuya Smart. While I appreciate food and drink, my taste is better reflected in the company I keep. Your best, Amazon Alexa. Thank you very much. Ну, во-первых, всем еще раз спасибо. Спасибо, что ставите лайки. Для канала лайки нужны. Вам ничего не стоит, чтобы подписаться на канал, поставить лайк. А для развития канала это важно. Поэтому thank you very much. Погнали! Jingle bells. Shall we begin? Всем привет! Сегодня у нас с вами очередная распаковка очень интересной вещицы, о которой я раньше упоминал в своих видео. Это кран, который управляется через мобильный телефон. То есть удаленно можно включать и отключать что угодно. Воду, газ, то есть перекрывать трубу, которая подключена с использованием данного крана. Итак, давайте посмотрим. Это кран, который более усовершенствован. Этот кран сразу может управляться без помощи бро-длинка. Тот кран, о котором я рассказывал, нужно было подключать к бро-длинку и работать с ним через бро-длинку. Вот такая, смотрите, классная посылочка. Дорога, еще коробочка. Этот же кран, чудо-кран, управляется через Wi-Fi. Поставляется с блоком питания 12 вольт. Модель, вот видите, называется SMTTT Rally Valley. Хорошая коробка. Давайте посмотрим. И сразу же мы видим, что самое главное, что этот кран управляется с помощью всем нами, с недавних пор, любимой Amazon Alexa. То есть голосом. Используется специальное приложение. Об этом немножко попозже. В отличие от тех, о которых была речь ранее. Power. Молодцы, придумали. Просто Power. Здесь рассчитано, я смотрю, на любой размер подсоединяемой трубы. Прекрасно. Теперь нам девайс. Больше у нас ничего нет. Итак, инструкция. Вот такой вот. Петер на кран. И такая штука. Да, эта штука управляет краном. Вот такое вот подключение. Подключаем розетку. Прикручиваем вот таким вот образом данную штуковину к вашей трубе. То есть то, что вы хотите перекрывать и открывать. Ключка не хватает. Ключка не хватает. Но я думаю, что ключик найдется в хозяйстве. Тем более здесь шестигранничек внутренне. Итак, подключаются к розетке, устанавливается на кран. И вот эта штука, вот эта штука, поворачивает кран, закрывая его. В таком положении он открыт. А когда он повернет, соответственно, кран будет закрыт. Разбирать будем? Конечно, будем. Никаких пломб нету. Давайте изначально мы его подключим в розетку и проверим. Ой. Ой-ой. Он зашевелился. Закрыл. Ха-ха-ха-ха. Работает. Так, для того, чтобы вручную открывать, есть специальный передохранитель. Вот так вот он оттягивается. После этого можно закрывать и открывать вручную. Давайте проверим. Давайте разберемся с инструкцией и подключим. Итак, мы видим, что Amazon Alexa не требует никакого хаба. О котором я говорил, что предыдущую версию, ну, они тоже продаются. По цене, кстати, она ориентировочно стоит со скидкой, как и этот кран. Итак, инструкции. Инструкции всегда показывают на видео, чтобы она не сохранилась. Сейчас, пожалуйста, увидим. Почему? Я походи. А, да, да, да. Я походи. Вот, я нашел это приложение. Устанавливаем его. Это для версии Android. Но iOS, я думаю, проблем тоже никаких не возникнет. Ой, ой, она сама закрывает. Вот тебе раз. Короче, вот и разобрались. Значит, открыто. Закрыто. Все просто. Никакую чеку выдирать не надо. А, нет, чека. Это для того, чтобы в случае, когда у вас кран, вот как сейчас, не закрыт. Электричество у нас с вами потерялось. Бьем чеку и вручную кран закрываем. Или же открываем. Он начинает двигаться свободно болтать. Крючка закрыто. Он тоже закрыт. Вот так вот. Разобрались. Хорошо. Идем дальше. В общем, китайцы не были бы китайцами, если бы не было все по-китайски. Оказалось, что приложение, которым управляется данный экран, Туя Смарт. Вот его мы и должны установить. Как на iOS, так и на Android. Итак, открываем Туя Смарт. Еще я вам подскажу один советик такой. Если вы что-то покупаете, и там написано, что оно управляется через Amazon Alexa, обязательно зайдите в приложение Amazon Alexa. Ну, для этого надо зарегистрироваться. Ну, потрудитесь и зарегистрируйте. И найдите в скиллах данное приложение, через которое якобы управляется то или иное устройство. Если же вы найдете такой скилл, это значит, что да, интеграция в Amazon произведена. И тот умный девайс, который якобы должен управляться Amazon Alexa, действительно будет управляться Amazon Alexa. Продолжаем настраивать данную вещицу. Для того, чтобы она работала и управлялась через Amazon Alexa, необходимо установить программу, как было сказано в инструкции, Genva Smart или Туя Смарт. Итак, создаем учетную запись. Получаем код подтверждения на e-mail. Вот оно пришло у нас. И опять же, должны установить пароль. Заходим в Туя, нажимаем «Добавить устройство» и убираем другое. Нажимаем на кнопку синхронизации. Нажали и держим, пока синяя не начнет моргать. Часто, как показано на картинке в инструкции. Вот лампочка моргает часто. Нажимаем «Подтвердить». Заходим в сеть, в которой вы хотите, чтобы работало данное устройство. Жмете «Подтвердить» и начинается поиск. Лампочка перестала моргать. Это значит, что устройство найдено. Дождемся, когда пройдет полное определение устройства. И начнем управлять. Итак, девайс обнаружен. Назовем его «Water». Пускай он будет в гостиной. Закончить. Итак, вот кнопка управления. Нажимаем. И кран начинает открываться. Затем мы нажимаем кнопку «Отключить». И кран начинает Оф, закрыт. Теперь мы можем сделать так, чтобы данный экран включался или выключался. Вот эта кнопка просто включить либо выключить. Значит, еще одной особенностью данной программы является то, что здесь можно устанавливать таймер. Программировать на любой день. На любой день недели. Устанавливать время включения или отключения. Это можно использовать для автоматического полива. Или то, что вы сами можете придумать. Для того, чтобы он открывался определенное время и закрывался. Ну, например, можно сделать так, чтобы кран закрывался на ночь. Для того, чтобы не произошло потопа, пока вы дрыхнете. Можно делать обратный отсчет. Вы установите время. И через определенное время он откроется или закроется. Итак, еще хорошо в этой программе то, что здесь видно. В каком состоянии сейчас находится кран. Он включен. В таком состоянии, когда вы зайдете в программу через интернет или же через Wi-Fi, вы увидите, что он закрыт. Давайте попробуем зайти через приложение, которое называется Genvo Smart. Сделаем то же самое. Добавить устройство. Выберем другое. Опять нажмем на кнопку, чтобы синенький огонек заморгал. Вот он заморгал. И опять же нажимаем. Совет нам не нужен. Введите пароль. Вводим. 124.124.124. Но у вас будет свой пароль. Это естественно. Отвердите. В настройки он просит дать разрешение данной программе использовать местоположение. Хорошо. Даем разрешение. Возвращаемся. Подтверждаем. Только после этого программа начинает сопряжение. Написано, что кто-то куда-то войдет. Ошибка сети. Очень странно. Ошибка сети. Ну ладно, мучиться не будем. Программа, видно, дерьмо. Поэтому лучше использовать не ту программу, которая шла в инструкции, а использовать туя смарт. Теперь для того, чтобы управлять через Amazon Alexa, нам надо зайти в Amazon Alexa и скачать скилл туя смарт. Что мы, собственно, с вами сейчас и сделаем. Alexa. Скачиваем скилл туя смарт. Туя смарт. Вот, пожалуйста, сразу определился. Нажимаем enable. Так, после того, как вы введете пароль авторизации, который относится к аккаунту туя смарт, вы увидите такое уведомление, нажимаете авторизироваться. И далее переходим уже в Amazon Alexa. Successful linked. Переходим в Amazon Alexa для того, чтобы настроить голосовое управление. Так. И нажимаем discover device. Alexa производит... That's so nice. Just ask me what you'd like me to do. And I'll try my best to help. Okay, thank you. Anytime. Итак, 8 устройств. Значит, наше устройство. Вот, пожалуйста. Water. Туя смарт. Плак. Смарт плак. Хорошо. Нажимаем на него. Ничего не происходит. Ладно. Теперь мы можем управлять устройством с помощью голоса. Давайте проверим. Alexa. Turn on water. Okay. Бинго. Все работает. Alexa. Turn off water. Okay. Прекрасно. Мы добились того, что данный девайс для управления кранами работает с помощью Amazon Alexa или же просто через приложение Tua Smart. Ну, а сейчас, конечно же, залезем внутрь данного устройства и посмотрим, что же там внутри и чем все это дело управляется. Поехали. Что же, ребята. Еще раз всех с Новым Годом. Peace. Как-то peace звучит не очень хорошо. Мир. Мир.